Семейно в плодопитомнике работаю. Опыт работы, на самом деле, такой уже за высадку. Много было у нас ошибок. Назвали, соответственно, ошибки и закладки. Я, наверное, насаждил эту тему. Мы составили в таком ключе, как должно быть, а я буду, вот так вы будете читать, а я буду говорить ошибки. То есть, допустим, участок должен быть подобран, чтобы не было застоев холодного воздуха. И сразу я перетверну, покажу вам одну такую картинку. А, вот здесь, если вы хотите, чтобы ваши ягодные плантации выглядели вот так, как на одной картинке, это 6 лет самородина, черная и жимолость, если вы ее найдете, ну, бывают такие шутки еще, найдите волка в лесу. И у каждого не получается найти волка, потому что вам нужно потрудиться. Вот здесь вы не найдете смородины в траве и жимолости не найдете тоже в траве. Какие были сделаны ошибки для того, чтобы получить вот такие шикарные плантации? Скажу сразу, что все кустарки, в принципе, что малина, что жимолость, что смородина, что крыжовник, они очень похожи друг на друга, потому что у них по кислотности примерно плюс-минус похожие требования, то есть минимально это 5,5, максимально где-то 6,5-7. Самая капризная из всех культур это жимолость. Здесь мы с правой стороны очень хорошо ухаживали в течение трех лет, но жимолость была посажена на песках. Если вы посадите на песках и будете мальчировать, то все равно жимолость ваша не вырастет выше 70 сантиметров. Кроме того, там была сразу нагрузка ягоды. Эти кустики я сориентирую сантиметров по 30 по 40. Если бы это был суглинок, то кусты были бы размером около метра. Я вот даже сразу через доклад переплюнул. Просто передо мной выступала коллега моя, Ольга Владимировна. Не слышала я доклад. А, вот, смотрите. Вот здесь было все соблюдено и сразу видно сорт Нарынская справа. Это результат того, что сорт низкорослый. Под комбайную уборку уже не подходит вам только под ручную. Дальше второй, справа, это сорт Сибирячка. Он уже получше будет, но под комбай вряд ли, только ручной сбор. Выше уже идет сорт Чулымская и совсем высокая Югана. Это я на примере бахчарских сортов. Обязательно нужно жимолость выбирать высокорослые кусты. То есть это должны быть сорта, которые максимально растут за короткий срок. И в течение трех лет, моя личная рекомендация, все кустарники, кроме малины, срезать на обратный рост. В течение двух лет после посадки. Если высадить экранированными, развлекленными саженцами двухлетними, то можно обойтись одним разом, но, как правило, лучше на урожай на второй год не пускать. Потому что, допустим, вот справа фотография, это самородина черная бонтия. Здесь ее сразу на урожайность запускали, но если бы ее не нагружали ягоды, еще не двух лет, кусты бы были где-то под плечо точно. И комбайн бы хорошего качества брал бы больше ягоды. Но все равно тут урожайность есть какая-то. Так, сейчас я отмытаю его. Так, 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 секундочку. Тут я немножко сказал. Значит, по подготовке земли. Вот здесь большая ошибка, да, у нас есть деньги, их нужно срочно реализовать, либо есть свои деньги. Вот два варианта, свои деньги и чужие деньги. То, что нужно реализовать сейчас быстро, у вас только год. Ну, за год вы сможете землю подготовить. В принципе, это реально. Если вы просто выровняете, спалите глифосатом, лучше два раза глифосатом пропалить участок. Если два года подряд готовите землю, то можно обойтись один раз в год глифосатом поработать. Вот это основное как бы, да. Вот если вы не поработаете с травой, то вы получите... Вот сейчас покажу. А, вот здесь вот. Здесь вот пример. Когда я приехал на участок, здесь посажена малина, и смородина срезана на обратный рост. Земля, в принципе, нормальная. Все, но все тут. Вот эта канавка, эта водичка стоит пока замерзшая, да. Вот здесь вот пырей, просто его не видно. Полностью ковер пырея, люди не готовили, не пили землю. Вот. И получится что? Что у нас получится шикарный ягодник вот в виде справа вот этого насаждения ягодного, да, шестилетного. И скорее всего, что будет вот точно такой ягодник. Уже с травы сложно будет вылезти. Либо очень сильно полоть, либо как-то вообще. Но у вас затраты будут просто колоссальные. И хочу сразу показать то же хозяйство, которое сделало все правильно сначала. И на фоне успеха оно решило расслабиться. Вот это первый год посадки смородина красная. Высота до 70 сантиметров справа елки Рвантец. Тоже хозяйство. Была прополка, органические удобрения были начали. Это Добриня сорт. Это известный астаховский сорт. Он, на мой взгляд, самый оптимальный для супермаркетов сорт. Потому что лежкость у него есть. В ручной сборе можно трясти комбайном. Гавномерность. Высота густа. Вы видите. Опыта по этому сорту мало, потому что он плохо размножается. По елки Рвантецу уже опыт есть. Вот здесь я уезжал в хозяйство. Здесь елки Рвантец, по-моему, 10-летний. Наверное, 10-летний, да. Вот это 10-летний участок. Вырезки тут проходят только раз в три года. Люди работают и получают ягоду. Сразу скажу, для смородины красной комбайн нужно брать обязательно с двумя роликами. Я их назвал так, потому что ролики встряхивателя. Вот это вот по центру фотографии, там видно слева щетки, справа. Для красной смородины люди, которые выращивают красную смородину под комбайн, сказали мне лично, что Денис обязательно два встряхивателя. Это поможет снять лучшее урожай. Для уборки смородины крыжовника можно использовать с одним роликом встряхивателем. Здесь я пример такой легкий сделал. Здесь сфотографирую. Он мне сказал не Ярик, а Арик. Арик третий. Это копает, да. Используют также другие комбайны. В основном, в принципе, для смородины в районе 30 тысяч евро. Новый комбайн нормально. Есть, конечно, полнорядные дорогие по 200 тысяч евро, которые полностью ряд берут. Ну, не знаю, стоит ли сразу влаживаться в такое. То есть можно проще, лучше проверенные какие-то бренды использовать. Так. Так, сейчас я еще... Так, значит, по сортам. По сортам нужно знать очень много информации, потому что у вас... Если у вас неравномерная земля, допустим, чуть горочка, потом низина. Вы думаете, а чем забить низину? Какими сортами, которые 100% будут плодоносить. Для этого по смородине подходит сорт точно проверенный у нас... Сейчас геркулес, покажу. Есть он тут? Нет? Да, сорт геркулес. Вот. Это, по поводу уральской селекции, сорт очень-очень хорошо растущий на всякой не очень хорошей земле. Как бы вы ни старались его уродить, он все равно такой метр тридцать будет по-любому расти. Много ягод дает, он позиционируется как сухим отрывом, сухой отрыв до дождей. То есть, единственная проблема у нас была. Но у нас климат. Дело в том, что то при парке, то... То есть, полноценно мы прям даже не поизучали, но 18-16 тонн каждый год. Были такие моменты, что у нас в основном маточники сидят в мизинах. И мы смотрим ягоды, все сорта валюта и геркулес постоянно наружу. Это для тех, кто хочет просто много сока. Там много сока, ну, вал ягоды на переработку, да. Пробегусь быстро. Все сорта, в принципе, довольно-таки хорошие. Разделение я сделал с коротким сроком съема. На какой срок съема на комбайне? В принципе, с кем я не общался и соглашусь, лучше начинать, когда ягодка одна-две зеленых, а кисть уже становится бурая и приходится людям раньше собирать, потому что погодных условий никто не может предсказать. И поэтому, если есть спрос, люди снимают даже буру ягоду, ставят людей, они там, в общем, отбрасывают, ну, несмотря у кого какая система. Ну, и поэтому вот эти сорта, вот, протисел он уже известный сорт, он хорошо висит долгое, но если вы его время не снимете, он будет смокром от 3. Вселенская 2, там дня 3 у вас тоже есть, куда вы ее можете нормально снять. Экзотика, различное мнение, но мне кажется, что у разных людей разная экзотика. У нас она очень крепкая и очень хорошо висит. Получали мы ее в сорт испытательной станции. Вот. Хорошо себя показал бенкон, он мне понравился. Вот, из инфортных сортов, так много ягод довольно дает, и вкус такой неплохой. Но существует мнение, что они говорят, что 3-4 дня на сроке сбора, другие до 7 дней. То есть, очень это все персонально, и все зависит от удовольствия вашей земли и от защиты. Конечно же, если вы не будете работать с антракнозом, септериозом от мощнистой росы, если вы не будете микроэлементы давать, у вас сразу будут показатели хранения в 2-3 раза ниже от заявленного. Скажу сразу сорта, которые еще очень хорошо растут, просто классно растут. Зеленая дымка, слабо болеющий сорт Геркулес, вот здесь из этих, которые такие неприхотливые. По самым поздним, самый поздний, который вот заявлен, это у нас идет Доврыня, у некоторых есть на фронтации Тиро сорт, но там минус есть такой, кисловатость у него есть небольшая, и вроде бы тоже перевесит, плохо снимается. Лучше всего Тибин снимается, но есть момент 1-4-6 тонн людей дает. Но это крепкая ягода, как бы, ну вы не получите вала. Если у вас будет заказан какой-то большой объем ягоды, вы ничего не заработаете. То есть, тут надо выбирать какой-то универсальный сорт. По крыжовнику по шиповатости разделил, потому что есть проблема, когда комбайном собирают перезревший крыжовник, он накалывается и текет. Поэтому, в основном, все, кто продает под комбайный крыжовник, стараются его полузеленым сбыть. Потом приходится применять ручной сбор, набор. Сорт Invicta очень распространен в Польше, в Европе очень болеющий сорт. К нему надо аккуратно относиться. У нас, на нашей фронтации, он сейчас показал, как низко урожайный, он, наверное, ему климат подходит более западный. Все-таки очень сильно развивается антракнос на условиях, куда большая влажность и повышенная температура. Инвекта не прошел испытания. Крушудитовс при любых погодных условиях. Очень себя классно чувствует. Сорт Олови очень хорошо себя ведет. Хеномарки Рейд ведет себя хорошо. Сорт Машека включил, потому что у него ранняя ягода, что для крыжовника не совсем распространено. Очень хороший белорусский сахар, но новый. Есть такой клон, который ходит. В институте плодоводства спрашивают. Некоторые даже про него не знают. Но поздняя ягода, слабо шоповая, это отлично. Краснославянский притенит. Только притенок должен быть. У нас на жаре 3-4 грамма. Если загоняешь его под укрытие, сразу размер ягоды до 15 грамм, где-то совершенно внешний вид меняется. То есть тут тоже надо к нему. Если у вас есть возможность выращивать для ручного сбора и сделать укрытие в притенок, либо климат подходит, то отлично все ведет. Малахит при любых условиях хорошо все ведет, а солнце не горит. Черномор по вкусу бывает кому-то не нравится, но вот в сухих каких-то условиях, где мало полива, на высоких местах хорошо себя чувствует. Уральский изумруд, мало кто знает, ранние очень красивые товарные ягоды у него. И очень сорт полноценный в плане товарных качеств. Но один минус не всегда уважайно, если ему не понравится земля. Юбилейный, очень транспортабельный, мало распространенный сорт, хотя старый. Ягоды очень долго висят на нем. Почему я разделил по шиповатости? Потому что если вы должны соретироваться, будет у вас возможность комбайна быстро снять до того, как она созреет, либо нет. Когда уже сорта слабоколючие, уже проще. Вы уже можете либо комбайном трясти, либо... Поэтому я больше... Если вам чисто нужен вал ягод, вы не собираетесь вручную собирать, пожалуйста, садите эти сорта без проблем. Здесь абсолютно бесшипые сорта. Очень понравился Серенада сорт. Вручную собирается, долго висит, довольно поздний. Уральский бесшипый, очень хороший сорт. Тоже нравится. С лабошипой. К тому же я как-то посмотрел выступления. Выступали те, кто выбил этот сорт. Я просто боюсь ошибиться. Вы можете просто посмотреть, набрать новые сорта российской селекции. Там будет такой семинар. Там интересная женщина выступала. Она рассказывала про Серенаду. Уральский бесшипый. Мы его проверили очень даже. И ведет себя хорошо. Ягоды постоянно много. То есть вал ягоды на уральском бесшипе даже до 30 тонн может доходить за ягтар спокойно. Может легко. Дело в том, что еще ваша урожайность зависит от междуряди. Если вы под комбайн сайт, здесь четверка, 3,5 минимум. Там еще зависит от комбайна. Если у вас полурядный, вы делаете 4 метра. Если полностью рядский, то в основном рекомендуется 3,7-3,5 в зависимости от модели. По крыжовник вроде бы все так сказал. Что по малинире. Очень много нюансов. Потому что надо же понимать. Либо у вас в теплице будет расти сорт. Даже те, которые сами выращивают эти сорта, а то у кого еще не знают, как они себя ведут. То есть есть такая проблема. И никто вам точно 100% не скажет, что у вас в Казани будет тут расти, а что в Москве. Но я проверил то, что в средней классе у нас. Ну атлант себя отлично ведет, полностью взрывает. И ягода практически не мельчает, если... Ну я как бы наперед забегу. Пока малина растет, вегетирует, растет ягода. Как только рост остановился, то ягода прекращает расти. Вы это должны учитывать. И нужно выбирать такие сорта, которые в процессе вегетации не дорастут до самой зимы. И вот эта взаимосвязь. Постоянно растение должно жаровать, давать постоянно новые замещающие побеги. Но в то же время ягода должна успевать дозревать. Вот это вот самый главный момент. Сорт геракл, вроде бы все от него отмахнулись. Но, тем не менее, в институте плодоводства нам рассказывали, что 7 тонн с гектара комбайном они сняли. Нужно еще иметь в виду, что когда вы выбираете малину комбайном, первые два сбора вручную, скорее всего, придется делать. А последнее уже делать комбайном, потому что после комбайна уже как бы сильно не насобираешься. Сорт Евразия, он меньше распространен, чем Питвин, потому что размножается хуже. И вся причина. В принципе, по качеству ягоды одинаковая. Но они все ранние сорта вот эти. Геракл, Евразия, Пельбит, самый поздний атлант. Это для средней полосы. По гусару гусар, я считаю, очень запутанный сорт. Вот мы откуда не привозили очень много смеси пересвета, журавлика и гусара. И, как правило, чистого гусара, даже еще поискать днем со днем, очень качественная ягода, крупная. И даже она не вступает в порой сорт у лячка. Лячка крупноплодный, проверенный сорт, прекрасный. Садитесь себе, то есть она и зимует нормально, и ягоды очень высокого качества. Таруса показала себя хорошо у нас. Был труд мнение, что не выдерживает мороз в побеге, но последнего мороза мы уже давно как бы сильно не видели. Даже сложно нам проверить. Всегда ягода, все легкие мотируем, хорошо. Самые красивые ягоды при поливе – метеор. Старый сорт, очень яркий, насыщенный. Феномен, беспроблемный сорт. Заскоустойчивый – это украинский сорт. Палана используют. По Беларуси очень много людей садят. Единственный минус у нем – она очень боится влаги. Сорт атлант не боится влаги на ягоды. Евразия устойчив, гусар устойчив, лячка устойчива. Метеор устойчив точно. Палана, если будут осадки, все время будут плодоносить, но будет проблема со снятием. Кроме того, есть... А, это джюган. Есть сорт джюгана шведский. Это вот, если у вас довольно-таки теплая местность. Ну, по отношению к Москве. Ну, я не знаю, какой регион тут. Ну, ближе к Краснодару, допустим. Туда, ближе к Краснодару. Сорт джюгана будет прекрасно расти. И, кроме того, ее можно как летний использовать. То есть, у нее зимующие побеги. Хотите ремонтантный, хотите... Покрасный быстро пробегу. Сорт рвадоизвестный. Хороший сорт очень. Ягода позднее дает. Рондон очень распространен. Тоже больше. Йонкер Вантец в этом году у нас висел полтора месяца. Хоть ранний сорт. Но, скорее всего, если вы будете приобретать, скорее вы купите Йонкер Вантец, чем рвадо. Потому что как-то она проще размножается. И хоть сорт ранний, он в условиях средней полосы может долго висеть. Смолеониновская. Прекрасно висит. Длинные кисти. Наталия. Средний, поздний сорт. Прекрасный сорт нам нравится. Где-то темало распространен, но он поздний. Поэтому я его включил. Сортов еще много. Пока изучаем. С чем работаем? Пожимолость. Я уже сказал. Только высокостоячая. Нетребовательная сорта. Волхова. Нормальный сорт. Хорошо растет. Ягода не хватает размера. Чулынская. Очень понравилась. Отлично хранится. Отлично ссыпается. Сорт Югана. Зимой. Растет прекрасно. После холодильника прекрасно. Зимой. Сорт наш. Хвалит. Восторг. Все уже нас слышали. Ну, пожимость будет много говорить. По качеству саженцев. Вот эта двухлетняя саженца. Вот эта двухлетняя саженца. Чтобы вы понимали. На песках саженцы. Чтобы вы понимали мощность. Ну, возможности этого сорта. Тут мы сильно не обрабатывали. Сильно так. Вот эта двухлетняя саженца. Человек русский. Вот. Для сравнения. Пускай невысокая. У меня жена. Ну вот. Пожалуйста. Я попросил встать. Вот. Саженца вот такого размера. Да. Вот это у нас. Допустим, мы вам показали, какого качества должны саженцы. Ну, в принципе, для посадки под механизацию нужно где-то минимум, чтобы было хотя бы сантиметров пятьдесят. Потому что сложно согибаться. То есть саженец должен быть разлюбленный. В одну палку саженца не стоит покупать самородину и крыжовник. Потому что вы куст будете получать на два года позже хороший. А ваша задача в течение трех лет. Либо жимоность, либо крыжовник. Либо самородину, либо красную, либо черную поднять до метра. До метра минимум. То есть вам нужно за три года схватить куст. Чтобы было леток пятнадцать. И чтобы он был выше метра. Так, вот это четырнадцать лет сорт хиномаки руки. Здесь особо как? Люди садили, просто садили. Дни поливая. Вот так вот себе рос. На третий год вступил под отношения. Рос-рос. В пятилетнем только возрасте его смогли собирать комбайном. Причина одна, что сразу нагрузка. Нужно сразу отдачу. Вот про это надо все время помнить. Давай отдачу на второй. Нельзя брать отдачу на второй год. Надо делать сначала пуст. Вот с пятого года он был четырнадцать лет. Он девять лет только под комбайном. Вот этот сорт. То есть пять лет практически вручную. Ну все, на огромных пунктациях. Как бы. Так. Ты показал. Здесь показывали. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин.